А осень И плачут оплывшие свечи И гаснут дрожащие свечи С надеждою Жди перемен Со мной случилась история, как с Владимиром Войновичем Автором Чонкина Никаких аналогий, Боже сохрани Просто он однажды Писал, 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 вдруг захотел рисовать Он живет в Германии Вот страшно захотел рисовать И начал рисовать, потом красками Большие полотна Автопортреты, портреты И перестал писать вообще Как отрезало То есть у него вся эта энергия перетекла в живопись Так меня примерно долбануло тоже Я боялся кисточку держать в руках Боялся дотрунуться до холста Это было так страшно Потом я уже стал большим героем Уже рисовал, как хотел Смело, нагло, нахально А мне захотелось рыбу с ногами Я подумал, что она как бы обделена Почему у нее ног нет Вот и сделал такую рыбу Вот, а потом подумал, что она же благородное существо Она должна рожать детей И вот она идет на нерест И назвала ее «идущая на нерест» Я человек по натуре довольно веселый И внешне, по крайней мере Внутренне довольно печальный Поэтому у работы, видимо, отпечаток есть Вот этого безудержного веселья Раблезианства этого Когда-то я отправил в разные журналы Свои рассказики небольшие И мне, как правило, приходили письма Нам очень понравилось, но вне жанра Вот у меня как бы работа Я определил свой жанр вне жанра Я очень люблю примитивизм Очень люблю дикое искусство То есть такое детское Пауль Клея прекрасно Когда как-то сказал Я его обожаю Просто гениальный швейцарец Он сказал, что некоторые критики Называют мои работы детскими каракулями О, если бы это было так Сказал Пауль Клея А потому что это правда Потому что нет на нас снова уже Это они как бы Это их душа работает без посредников Мне кажется, что поэзия Интровертная Она уводит человека в одиночество А живопись экстравертная Наоборот Она как бы приглашает к общению Когда мне надоедает одиночество Я быстренько выбегаю из норы Общаюсь и радуюсь людям Когда мне люди осточертевают Я быстренько ухаживаю от них И прячусь в нору Ой, не знаю Но это, по-моему Как-то Игорь Губерман В своих Гарриках об этом писал О том, что вначале было все-таки Не слово, а мотив и мелодия Наверное, это правда Все-таки это самое демократичное Самое таинственное искусство Но это ритуал О котором хорошо очень Тарковский сказал В жертвоприношении В фильме Где главный герой говорит Надо что-то делать Надо что-то делать Обязательно Что-нибудь простое Но постоянно Например, каждое утро Набирать кружку воды И выливать ее И так каждый день Тогда что-то произойдет в мире Что-то случится Попалась мне на глаза Изгорация Какое слово получилось? Изгорация какая-то, да? Прочел Угорация Которая вынес сюда Даже на обложечку Сборник ритуал Попытка поделиться читателями Творческими вольностями Которые, по словам Горация Позволены только живописцам Поэтам И сумасшедшим Просто как в меня стрельнул Попадание стопроцентное А осень еще далеко И ветер подскажет дорогу И жизнь сама понемногу Напишет картину судьбы В которой сольются мольбы Прощанье, прощенье, измены И значит, прими перемены С надеждой прими перемены Как тяжкий, но искренний дар Субтитры создавал DimaTorzok